Соли небесный, утешите за души истинные, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателев. Приди вселися вны и очистенны от всяких скверных, спаси вашу душу нашу. Сегодня проводим мы беседу. Ну, хотелось бы ее вот так построить, чтобы какие-то будут вопросы, да, насколько возможно, мы могли бы давать ответы на эти вопросы из поучений преподобного Амвросия. Потому что в этом году исполняется 200 лет со дня рождения преподобного Амвросия. И для нас вообще-то, в принципе, очень-очень важно, как можно ближе ознакомиться с поучениями, советами, ответами на разные вопросы, людей, которые обращались к преподобному на разные проблемы жизни. Вот в таком направлении. Поэтому с этой целью я попросил из наших старших братьев, отец Тихон, отец Ипатий, отец Николай, насколько возможно, чтобы использовать для объяснения каких-то вопросов именно из поучения преподобного Амвросия. Знаете, я вам скажу откровенно, да, вот я еще когда был в лавре, да, приходилось много заниматься исповедью, духовничеством, да, и другого лучшего пособия, как ответить людям на разные вопросы, это письма преподобно, они постоянно, как говорится, на столе, и там столько на многие житейские вопросы преподобно четкие, ясные, хорошие, убедительные ответы. Вот, а для нас вот почтить память преподобного, когда мы воспеваем богомудрый учитель веры и благочестия, вот этот юбилейный год, хотя, ну, хоть в какой-то мере все-таки уделить внимание. Ну, естественно, конечно, все поучения преподобного Амвросия и вообще всех угодников Божий, которые занимались окормлением, вели духовную работу, все это их учение, оно основано на учении Божьем, на учении самого Христа. И, естественно, всегда для всех, и опять же могу сказать, как и сам преподобный Амвросий говорит, в основу всей нашей жизни, всех наших проблем, в основу спасения полагается закон Христов, к заповеди Христовы, если у нас в этом отношении будет слабое знание, не будет должной ревности и усердия, то и поучениях и преподобного Амвросия, и других великих угодников и подвижников Божиих, оно будет мало восприемлемо нами. Поэтому все равно основа всего закон, заповеди Божии. И поэтому, хотя вот мы их часто здесь бываем и беседуем, и священнослужители на исповеди беседуют, хорошо надо знать, надо все силы, все усердия полагать к изучению, к запоминанию заповеди, закона Божия. Вот если мы возьмем, внимательно читаем, хотя бы письма преподобного Амвросия, преподобного Макария и других оптинских старцев, удивительнейшим образом мы видим, сколько этих текстов, священного писания, заповедей, преподобного Амвросия, старец Макарий, просто в естественном порядке, на память, все это говорят и объясняют многие вопросы, проблемы нашей жизни. Познать волю Божию, говорят, как вот тот вопрос, да вся воля Божия, она изложена в Божественном Откровении. Когда мы хорошенечко это запоминаем, изучаем, то и ответы на эти вопросы очень легко будет получать из священного писания. Ну, давайте попробуем, какие-то вопросы. Ну, Денис, тебя... Бой, Божушка, там бывают есть такие моменты в жизни, ну, часто, например, смотришь на происходящий какой-то момент и мысль говорит, вот сейчас что-то произойдет, на самом деле происходит. У меня, ну, был какой-то момент такой, надо, ну, было, как бы, ну, тяжело было на душе. Я пришел к отцу Антония, ну, думаю, сейчас батюшку не надо беспокоить, подожду сейчас. И помысл говорит, сейчас подожди чуть-чуть, отец сейчас выйдет, и в действительности он выходит. То есть, часто, ну, я наблюдал вот мысли такие, ну, говорили, что нельзя верить мыслям, ну, бывает, как бы, и в добрую сторону, и, не знаю, ну, как бы, самому страшновато становится от этого, как вообще на это смотреть, на такие помыслы. А, ты говоришь, мысли, помыслы, это вопрос, собственно, состоит... Ну, мысли говорят, мысли говорят, что сейчас что-то... О помыслах! Ну, да. Ну, преподобный Анвросиев, очень-очень много о помыслах говорится. И это вопрос часто у людей, вот, возникает. Это вопрос, называется, борьба с помыслами. С помыслами. И в этом, по сути дела, состоит борьба наша... Ну, у каждого человека. Да. И эта борьба, она может, как и у преподобного рода, и с этих отцов, это борьба с самим собою. Если ты увлечешься помыслами, ну, слушайте, а куда они тебя приведут? Эти вражьи помыслы, только задача состоит в том, чтобы отвести душу человека от Бога. Поэтому задача, чтобы хранить свои помыслы в богомыслии, в Боге. Когда вот бывает, и каждый, наверное, может... Да кому неизвестно, становишься на молитву, вот тут у тебя такие, ну, помыслы, ну, как сказать? Ну, скажите, вот преподобный Авросий об этом есть, скажет. Все силы отстраняй, чтобы на молитве помыслов никаких не было, только то, что содержание. Молитва внимательно вникать. А в молитвах, надо сказать, сколько находится дивных поучений. Они же все молитвы церковные составлены, проверены на основе закона Божия. Многие вещи, глубокие, которые часто бывают... Одно какое-то, знаете, точное, выраженное слово дает сразу открытие. Вот, например, готовимся к причащению. Велие благочестия тайна. Бог явися во плоти. Ведь, знаете, для многих, вот, бывает, язычников или еретиков просто, как это, что такое Бог во плоти? Как бы это хоть представить? Мы читаем молитвы, в молитвах о причащении, да? Вот нас ради, человека, человека, Бог, в плоть оболкися. Слышите? То есть он не изменился, сам, само Божество облегся. И опять он и соответствует Слову Божию. Иоанн Богослов говорит. «И слово плоть бысть, и вселися вны, и видяхом славу Его, славу Яку единородного от Отца». Вот я хочу сказать, что в молитвах, если внимательно их читать, такое дивное догматическое поучение, которое многие вопросы разрешают. «Плоть оболкися». Что это значит? Вот здесь из этих слов становятся понятны и слова апостола Павла. В посланиях, не могу припомнить, по-моему, колоссарем, он говорит, «В нем обитает вся полнота Божества телесно». Божество не растворилось, не получилось что-то такое среднее, как говорится, как воду налили там, допустим, в молоко, там еще нет. Истинный человек, истинный Бог в плоти оболкися, и в нем обитает вся полнота Божества телесно. Мы говорим, Христос – Творец мира. «В плоти оболкися». Вот видите, какая величайшая глубина тайн, которую, как апостол Павел говорит, ангелы желают вникнуть. Это божественный дел. Но мы принимаем то, что нам преподносит само божественное откровение. И далеко не для всякого из нас и не во всякое время во всей полноте и, сказать, точности вместить это учение. А оно вмещается, когда человек живет по заповедям, по закону Божию. Слово Божие говорит, «В злохудожную душу не внидет премудрость, слово плоть – бысть, а слово премудрость Божия». Премудрость – созда себе дом в плоти оболкися, дом. Видите, рассматривается как дом, в котором обитает вся полнота Божества телесного. Я не хочу дальше, как сказать, распространять или вот это богословие, я только хочу сказать, как важно для нас, вот как брат Денис вот спрашивает, внимательно совершать свои молитвословия и чтобы не увлекаться помыслами. Тогда мысли, которые церковью вложены в молитвы церковные, это глубина содержания и, скажем, дух и жизнь даже, она войдет в сердце. Почему? Чтобы заставить себя внимательно молиться и бороться с помыслами. Что для этого надо? Надо иметь любовь к Богу. Тогда она понудит и заставит, расположит. А любовь – это основа всего. основа всего. Видите, где с любовью, с ревностью, там даются дарования. И там у нас разум Божией милостью, благодатью открывается к разумению божественных тайн. Таинств. Вот я хочу сказать, что борьба с помыслом. От нас это надо. Во-первых, надо самим понять, а с другой стороны, иметь любовь Божию. Понять ты поймешь, а любви нету? Бывает трудно. И никак не может себя это заставить. А любовь есть? Ну как это заставлять себя? Это, конечно, трудное дело. И надо сказать, постоянно. В иной раз вроде так и все нормально, а в другой опять увлекся помыслами. А потом опять как это бывает? Когда человек в течение дня увлекается слишком мыслями житейскими, то и на молитвах очень трудно оторваться. А нам заповедуется тоже преподобный Амбросий, как он во всех своих письмах убеждает, чтобы постоянно человек упражнялся в молитве Иисусовой. Делаешь ты, едим ли, пьем ли, или иное, что мы делаем, нужно пребывать в молитве. И это есть опять борьба с помыслом. Только ты прекратил молитву, у тебя сразу начались проблемы. Ах, вон тот, тот ты что-то сделал, а на самом деле ты ничего не сделал, ты помысл вражий пришел до такой степени, что человек совсем не виноват, а у тебя уже враг к нему настроил. И если опять ты под этим впечатлением встретишься с человеком, уже на него хмуро смотришь, или еще что-то такое, и начинается столкновение, а дальше грех. Значит, борьба с помыслами должна совершаться и на молитве, когда там келейная, там храмовая, да, и во время послушания, во время труда, то есть постоянно. И даже молитву Иисусу, правило преподобным в России, опцинские старцы, ставят на первом месте по сравнению с правилом Келейным. Вот, как вот одно из писем у него он пишет одной, по-моему, игумене, да, он так вот говорит, что очень-очень вот без молитвы Иисусовой и без постоянного памятования Божия помыслы, они просто замучают и одолеют. Вот, ну, я не знаю, что еще там, что у тебя. Ну, ты, хоть тебя успокоили там это, ну, это помысл. Ну, кто тебе там, буховник или как он там? Да. Ну, а пошлось без колотушек? Бывает с колотушками. О, смотрите, если у тебя колотушки бывает, значит, ты и не умрешь. Ну, нет, почему-то. А как это, вон, старец, тот, значит, кулаком в фингал там посадил, тот челюсть повредил, а в гробу живой оказался. Нет, вот до такого не доходит. До чего? Ну, если почаще будет и дойдет, и будешь, мы спросим, ты-то сам скажешь. Нет, болгу батюшка даст, но сразу и помыслы в сторону. И сразу успокоится вся тишина. Ну, вот видите, как всегда. Даже без молитвы, да? Ну, почему? Ну, говорит, ну, давай справляемся. Без молитвы ничего не будет без Божьей помощи, никак. Если это кажется, то это обман. Ну, все равно, брат тоже мудит. Вот он успокоился, а там помыслы кривые. Знаете, он так хитро делает преподобам Россий же, говорит. Помыслы, он какие-то так хитренько, кажется, они вроде безобидные, а на самом деле они куда-то увлекают. Это уже то, что увлекаешься, да? Уже это ненормально. А ведь наши все задачи – Царство Небесное. Закон вечной жизни, который здесь начинается. И все силы должны быть вот к этому. Вот, преподобный, скажите, все силы полагал на то, чтобы довести до сознания всех тех людей, которые к нему обращались. Всех. Смотрите, какое усердие. Вот он уже изнемогает, уже лежит почти, чуть не умирает. Тут кто-то стучат, какая-то Мария там, или Иван что-то такое так, просит. Вдруг сразу. И болезнь проложил, и продолжает беседу. Что его подвигает, скажите? Любовь. Любовь Господу, Богу и ближнему. И Господь, и благодать Божия действует. Человек и памятование Божие, и советы не от себя, какие-то свои, а исполнение послушания. Боже, поставил тебя Бог вот на это. Вот он одной гумии говорит, вот поставил тебя Бог управлять. Попробуй, откажись. С тебя взыщут. Тебе, значит, поставил на это послушание, значит, исполняю. Употребляй свои там таланты, что тебе Бог дал. Вот. А иначе... А у другого, другой. Любовь, потому что это, скажем, где-то дело Божие, кому что Бог определил, то и хорошо. Вот. Бог нелицеприятен. И иной какой послушник, он, смотрите, там преподобный приводит пример, когда там из потеряков, кто перед Богом более достойный. Один какой-то такой отшельник, подвижник, да, такой подвиги делает, а другой послушник. Смотрит, значит, видит у послушника, я не знаю, какая-то на шее залатается цепь, значит, что он особо отличается. Как же так этот отшельник, подвижник. И вдруг он оказался. А он после послушника. А ему объясняет. Он-то говорит, там отшельник, отшельник, но по своей воле туда. Вот. А послушник отсекает своей воле. Это перед Богом выше всего. И любое послушание может быть перед Богом ценно, выше. Все. А другое несет послушание. А недобросовестно. Вот зависимости зависит от расположения души. Послушание. Во имя Божие. Во славу Божией. Отсечения своей воли, своего хотения. Ну, вот я говорю, опять говорю, опять же, как преподобный Амвросий. Вот читаешь, он очень четко, ясно, вот эти вопросы объясняет. Ну, конечно, там много, почитаешь, там еще, ну, пожалеем его, что его колоть, там, это отец духовен. Да нет, пускай, пускай колоть. Пускай колоть. Ну, даже сильнее даже. Да, убьет себя он когда-нибудь. А, слушай, убьет все равно живой будет. Просто рассуди, как, как Акакий там. Дай Бог еще так. А? Убивать-то нет, это грех нельзя. Там Акакий, ты, по-моему, сам умер. Нет, просто дай Бог такого смирения еще. Нет, дай Бог. Вот смирение. О, о смирении, кстати сказать. Вот все письма преподобного Амвросия, проникнутые заповеданием, все силы полагать упражняться в смирении. Но смирение, смотрите, как приобретается. Опять вот мы говорили о послушании. Да, опять Слово Божие говорит. Господь смирил себя, послушлив быв. Даже до смерти, смерти крестной. Значит, смирение настоящее приобретается через настоящее послушание. Так, как Господь примерно нам показал. Ну, давайте смиряться с Божьей, через послушание, отсечение своей воли. Ну, давай, только погромче. Да, Поча, подскажите, пожалуйста, вот, молитву вопросу. Если профессия или работа, она инструктуальная и ум занят, то как стремиться тогда вот эту умную молитву стяжать? Вот у меня, допустим, я архитектор по профессии и ум всегда занят. То есть, это не механическая работа, скажем, но на заводе, да, где-то? Да. И как стремиться тогда, если он занят, то стяжать, так сказать, умную? Ну, я сказал бы так, но я скажу по себе, ты меня напомнил, да? У меня было в лавре там послушание, на меня возлагалось, ну, кроме там разной библиотеки и, в смысле, еще бухгалтерская. Я должен готовить отчеты, месячные, годовые. Вот, я сажусь вот так тоже, да. А мне там отец Кирилл, отец Наук. Что хочешь, говорит, делай, а чтобы работаешь, а молитва была. Пробуй. Я говорю, батюшка, может, когда читать, даже когда книгу читаешь, а чтобы молитва была, скажи так, попробуй. Читаю, и в то же время, чтобы была бы молитва. Вы знаете, получается такая вот вещь. Что вот я читаю, и молитва, и вот уплывает, сказать, какая-то мысль из того, что я читаю. И потом вдруг почувствовал, что даже если я молитву-то читаю, то из книги, говорит, мы можем читать, даже, может, сколько там, часов. Читаю, читаю. Если когда читаешь с молитвой, чувствуешь на душе, больше ты получил. Это из книги усвоил только тот самое главное. А остальные буквы, они как-то вот ушли куда-то. Ну, я скажу так, это мой там личный, какой опыт, как сказать, моя точность, но молитва, и при архитектурном деле, все равно должна быть. Вот, да. И сейчас, сказать, и нам, вот, и священнику, и мне там приходится, сколько приходится говорить, друзья, мы как без молитвы, так сказать. Маленькая пауза. Молитвка должна быть. Все. Она уже настраивает, уже какие-то, помните, направления пошли, худые. Молитва отсекла. И мы выруливаем, чтобы даже говорить, не пустословить, а уже с Божьей помощью, с молитвой, то, что надо, насколько возможно, по силе. И об этом мы находим в письмах по учению преподобного Вросия, который захотел прилагать все усилия, какая бы работа ни была, но заставлять себя. Но для этого, конечно, если опять требуется и навык, но и понятие, и любовь к Господу Богу. Ну, потому что для нас, ну, нет ничего драгоценного, ну, нельзя поставить дух жизни, дух и жизнь от Слова Божьего, как Господь говорит, слова, которые, я говорю, суть, дух и жизнь, променять их на архитектуру. Хотя бы это было даже где-то полезно сказать, мой церковный, что-то такое дело, а все-таки надо делать с молитвой, с памятованием Божьим. Потом бывает такое, что памятование Божие, оно даже может, даже не молитва, может просто Господи помять. Не то, что полностью молитву, но памятовое, как пророк Давид говорит, предзрех Господа моего, я кодесну и мне, это как бы рядом. Слышите, он не говорит, что предзрех, это чувство каким-то, да? Вот мы говорим, да, беседу, вот скажите, я скажу, вот Господь говорит, где двое и трое собраны во имя, ту есть посреди вас. Скажите, вот сколько нас, двое и трое, сколько? Здесь Христос есть? Присутствует, скажи? Конечно. Подумайте, что это такое? Ведь можно сознание иметь и уже держать себя, настрой, слова, чувства, сердца, разговор. Если лишнее не то, лучше его, как сказать, удержать. Что-то такое делаем, Господь, все, все на ладошке. Вот это должно быть всегда. И это всегда будет, и в жизни вечной, всегда быть с Богом, всячески себя настраивать и понуждать, иметь требования. Этого требует любовь и то, что мы без Бога ничего не можем сделать. О нем, Боже, живем, и движемся, и с мы. И это, опять говорю, в письмах преподобного в России очень четко и ясно всем приходящим преподобным заповедует пребывать в молитве в любви Божией. И в то же время в труде нельзя бросить все, вот как-то молитвы. Нет. Это как на лодке плывешь, и два весла. Ну, если одну труду бросишь с молитвой, будешь грести, что будет? Кругом. Только пойдешь и до берега не доплыешь. Всю жизнь прокрутишься. Молился, молился, а реку не переплыл. Или ты будешь трудиться, ну, в другую сторону лодку тебе будет крутить, да. А вот надо обеими молитва и труд. Так что вот умеет сочетать. Какая бы ни была, пусть это физическая работа, иному там грузчик, он так, тоже на грузках, тоже там другой. Даже я бы сказал, вот это архитектурное дело, или так сказать, там легче иметь памятование Божие, нежели иному физически, как говорится, трудиться, когда он напряженный, у него прям само тело сказать, очень трудно. А это легче. так что давайте, засучайте рукавами двумя веслами, что вы будете. скажите, пожалуйста, вот как скорбить так, чтобы меньше скорбить? Иногда очень сильно скорбить по какому-то очень серьезному вопросу, речному там, или общественному, по разным вопросам. поменьше скорбить? Да. Летко, да. Ну, я не знаю, это вопрос такой, преподобном роте, он много написан, может, где-нибудь найдете вы, что-нибудь, отец? Вот замечательный ответ как раз есть. Да? Ну-ка, прочитай. Давай. Вот послушай, тебя как звать? Грешная Надежда. Надежда. Ты грешная? Господь пришел грешных спасти. Смотри, у тебя радость какая. Ну вот, поскорбишь грешные. Ну, смотри, прочитайте. Кто не пожалеет об ошибках прошедшего времени? Но за эти ошибки мы терпим скорби, временные, чтобы избавиться от скорби вечных, как устрояет он нас промышляющий Господь. наводя различные на нас искушения к очищению нашему и обучению духовному, чтобы возбудить в нас веру опытную и живую. И упование не постыдно. Как свидетельствует апостол Павел, говоря, скорбь соделывает терпение. Терпение же упование. Упование же не посрамит. Поэтому презирайте злые внушения врага, которыми, по слову апостола Петра, которые, по слову апостола Петра, якулев, рыкая, ходит, иски, кого поглотите. Или грехом, или безмерную скорбью и отчаянью. Но силен Господь защитить нас от нападений вражей. Утешает же нас, апостол, говоря, верен Бог, и же не оставит нас. Искуситеся, паче ежеможем, но со искушением сотворит и избытие. Тело человеческое создано из земли. А для земли, чтобы она произращала плоды, потребна не одна весна и лето, а также и осень, и зима, и еще не всегда ясная погода, а потребны дождь, попеременно. Если бы всегда была жаркая погода, тогда бы все погорело. Также потребны не только сильные ветры, но по временам и самой бури, чтобы проносили гнилые и заразительные застои воздуха в гнилых местах. Подобные потрясения потребны для человека, христианин, носящего земное тело, с которыми связана его бессмертная душа. Из таких потрясений христианин не только не может приносить духовных плодов, но может погибнуть от возношения, что и случилось с падшими ангелами. Итак, лучше будем смиряться при наших немощах и неисправностях, прося помилования от Господа единым Его милосердием. Ошибка же с нашей стороны состоит в том, что не хотим покоряться волей всеблагого промысла Божия, указующего нам через обстоятельства душеполезный путь. И все ищем какого-то покойного пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет. И всем, не всем, а некоторым только, будет покой. Только когда пропоют со святыми упокоят. Земной же удел человеческий скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, теснота, лишение того или другого, оскорбления, смущения, достание страстей, борьба с ними, одоление или изнеможение, или безнадежие и подобные им. Не в отче, сказал порог Давид, несть мира в костях моих от лица грех моих. И праведный Иов взывал неискушение ли к человеку в житии сия. А мы все путаемся на том, нельзя ли как-то устроиться в покое и на покое. И часто думаем, если бы не такое-то неудобство, не такое-то обстоятельство, не такой-то поперечный человек, то, может быть, мне было удобнее и покойнее. А забываем, что неудобства эти часто находят изнутрь нас, как и злые помышления. Где лежат страсти, оттуда исходят и все наши неудобства, не ладятся, не урядятся и не устройства. Но да упразднит все сие пришедший грешный и спасти Господь, если захотим покаяться, смириться и покориться. Надежда. Вот видишь, у тебя скорби есть, значит, есть надежда у тебя. Вот так и у всех нас. Многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие. Но видите, что говорит, напоминает преподобный, не попустит Бог, искуситесь, а паче, ежеможий, человек потерпеть. Но с искушением сотворит избытие, то есть освобождение. Вот радость. Потерпеть. А если не будет этого, что с бесами произошло? Возгорделись и погибли. А вот потерпеть, поскорбеть, мы познаем, что мы немощные, что мы грешные, а это великое, важное дело, познать, кто мы. Мы творение. Мы не можем быть совершенно, мы не можем без Бога ничего сделать. О, как важно, скорби. Вот как. Потому, знаете, у святых отцов есть такое изречение, общее даже, по-моему, у кого-то из оптинских старцев они приводят. Когда придет скорбь, искушение, поклонись ему в ножки, ибо таковыми Бог хочет избавить тебя от погибели и дать тебе Царство Небесное. Вот видите, как. Преподобный приводит там пример, поговорку такую, терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, потерплю и я. Ну и Надежда, давай терпеть тоже. А чего ж, один Моисей, Елисей там будет. Ну, что еще у нас? Скажите, пожалуйста, уходят ли сейчас монархи из монастырей, вот есть ли такое? То есть человек пострижен и басун уходит в мир. Вот. Такое происходит сейчас? Собственно, такое есть? Ну, что значит это Оптина? Здесь вопрос не о том, это, как сказать, как было и с давних времен, да, так и сейчас, и в Оптины, и хотя, и впредь, до Второго пришествия, будут и спасаемые, будут и погибающие, будут в монахе добросовестные, будут недобросовестные. Это нельзя предписать. Ух, Оптина пришел, все, никуда с ним ничего не прийти. Кто это может гарантировать? Были древние монастыри, строжайшая такой жизнь, вон, преподобный Федор Студит, тоже в письмах пишет, какое-то было такая обисть строгая, тоже мы впишем, глава такая. Ушел, еще, говорит, один, в сатане на рога, из обители, да? Опять, ушел, преподобный Авроси, вот тут читаю, значит, одно игумение пишет, сколько там сестер ушли. Ну, ну, она дала слово, говорит, обратно не прийму. А преподобный пишет, нет, говорит, если возвратиться, ну, все-таки ты прими. Я, говорит, сначала с ним поговорю, но, если они желают, вот, ну, видите, борьба-то идет, и с монахами идет. Кто-то такой, вот так увлекся, как мы говорим, помыслами, да, закрутил его враг и ушел, да? Ну, у нас тут один решил, ну, уйти из монастыря, написал записку, это, братья, я ушел в затвор. Ну, ушел, куда, да? А потом приходит, говорит, просится обратно. Я говорю, что у тебя там? Да, говорит, я, говорит, вот не ожидал, я, говорит, я сижу в затворе, что-то не хватает. Ну, что ж такое не хватает? Вот сначала не понял, а потом думал, что-то такое обеда никто не приносит. Ну, так, потом думаю, докажешь так, это значит, что ж я должен обед, здесь-то все на обед, приходишь, там все, а потом доходит, слушай, тут надо из электричества платить, значит, где-то брать надо, как же быть? А, что ж я натворил? Да, то есть, враг его запутал, мысли, да, я решил уйти, а потом там опомнился, ну, приходит, ну, мы посовещали, в чьих духовный собор, ну, что, примем его, хотели честить? пожалуйста, у меня был вопрос, просто как бы за наше время, потому что наше время, оно нормальное, да, по сути? Такой вопрос не о времени, причем тут время, наше время, я бы сказал бы, вообще, эта земная жизнь, она ненормальная, потому апостол говорит, не любите мира, ни того, что в мире, мир возле лежит, нормальный мир будет новый, когда будет новое небо, и новая земля, а живя в этом ненормальном мире, надо стараться, чтобы самим все-таки быть нормальными, среди этого ненормального мира, потому что грех везде лежит, придет, когда Господь изберет избранное, как сказать, тогда уже придет новое небо, что когда, Слово Божие говорит, ничто нечистое, ничто оскверненное не войдет, о, как страшно, когда быть извернутым, от всего, оттуда, а говорит нормальный, нормальный мы можем в каком смысле сказать, чтобы какой бы мир этот не был, да, развратно или все же там, да, а промысл Божий над всеми, и все, что нужно, возможно, для каждого человека, кто бы он ни был, все делает Господь, и терпит, но когда уже Бог знает, когда наступает уже время, что уже, как говорит, число избранных, как говорит апостол, говорит, и полнится, тогда все, конец, как говорит, внезапно судья принято, только Богу ведомо, когда вот кончина мира, но признаки, говорит, смотрите, знаете, да, вот, как люди, когда живут, вот, а в этом мире, это время, когда человеку дано, что, возможность дана, спасать себя, как при Божьей помощи, законам Божьим, сами по себе, никто не может спастись, никто, но нам дана великая милость, любовь Божия, можно спасаться с Божьей помощи, исполняя закон Божий, на деле, потому что Царство Божие не в слове, а в силе, сказано, в божественном откро, в силе, то есть, где силы берется, в законе, в благодати Божией, в исполнении, жить так, как заповедует Господь, посильно, с Божьей помощью, вот, потому и в монастыре, бывает, как сказать, требуется подвиг, да, а не просто, приходил в монастырь, и уже все, он там, нет, надо потрудиться, а бывает и в мирской жизни, человек живет, целомудренно, добросовестно, да, и, как святитель, знаете, Тихон Задонский, говорит, что в день он и, даже многие из мирян, окажутся в чину, монашеском, а какие монахи, недобросовестные, будут извергнуты, Бог нелицеприятен, и нельзя сказать, что вот только так, закон дан один, там нет различия, для монахов, для мирян, один закон, а уж ты смотри, как тебе удобно, жить для спасения, так ли или так ли, избираешь монашество, держись, как полагается, да, Господь особо помогает, да, потому что, вот при преподобном, в России, говорит, постриг, в монашестве, очень великое дело, где дается вспомоществование, потому что человек дает обеты, и ради этого, Бог дает благодать, но если человек забывает, монахи, да, то суд уже строгий, Боже, вот, ну вот, можно сказать, как-то, то якорь, вот уходит, но я скажу, у нас, вовсе, сколько, там, могли там, нет, уйти, могли перевестись куда-то, а вот так, чтобы куда-то ушел, ну, несколько, единиц, так сказать, в основном, потому что, принять даже в монастыре, должен еще пожить, не один год, когда мы видим, сказать, себя проверил, испытал себя, тогда уж может вопрос стоять, ну, не исключено, были, которые вот у нас уходили, а потом опомнились обратно, ну, приняли, даже, потрудились, сказать обратно, раскаялись, и даже рукоположены были, потому что искренне раскаяли, да, несут послушание, поняли, ну, всякое бывает, что-то человек, ради Божиха, толкнуть и отвергнуть, его нельзя, каяться, что Господь принял разбойника, каять, что-то, так и здесь может быть, да. Бычка, вот тут одно из письмов, ну, вернее, фрагмент письма, как раз вот, немножко коснулось, о состоянии, как бы, мира, как вы сказали, сейчас мир ненормален, как бы, вот, взгляд преподобного Амбросия, на то время, один задает ему, давай, момент, научно-технический прогресс, и, как бы, вот, вот этот плац приподнимает, маленький фрагмент, послушаем, да, вот такой любопытный тоже, чтобы нам сравнить и наше время, как бы, тоже интересно, а с другой стороны, пишет преподобный Амбросий, несправедливо и то, будто человечество на земле постоянно совершенствуется, прогресс или улучшение есть только во внешних делах человеческих, в удобствах жизни, например, мы пользуемся железными дорогами и телеграфами, которых прежде не было, выкапывается каменный уголь, который скрывался в недрах земных, в христианско-нравственном же отношении всеобщего прогресса нет. Во все времена были люди, которые достигали высокого нравственного христианского совершенства, руководствуясь истинной верой Христовой и следуя истинному христианскому учению, согласно с откровением божественным, какое Бог в церкви своей являл через мужей богоудохновенных, пророков, апостолов. Такие люди будут и во время антихристового, которые их ради и сохранится по сказанному, избранных же ради прекратятся дни оны. И опять, во все времена были люди, которые предавались различным порокам и беззакониим, или впадали в различные ереси и заблуждения, увлекаясь лжеименным разумом. И умствуя по земным началам, вопреки предостережению святаго Апостола Павла, который говорит, «Братья, блюдитеся, да никто же вас будет прельщая философию или тщетную лестью по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христе». Советую вам купить недавно вышедшую книгу «Жизнь Григория Богослова», составленную Архимандритом Агапитом, это общинский, наверное, наш. «Сами прочтите ее и дайте прочитать вашему сыну, тогда увидите, каковы были ученые в IV веке по Рождестве Христовым. Сравните их с учеными нас в настоящее время. Тогдашние ученые, как Василий Великий, Григорий Богослов, несмотря на то, что были люди высокого учения и высокой нравственности по христианскому смирению, презирали земную славу и земное удовольствие, стремились к одним духовным вечным благам, а нынешние ученые, следуют ли их примеру? Не большая ли часть из них преклоняется к земной славе, к земным наслаждениям, к приобретению благ временных, растворяя все это горделивым сознанием своего недостойного достоинства? После этого, есть ли хоть малейшие признаки всеобщего нравственного совершенствования на Земле? Нравственное совершенство на Земле достигается не всем человечеством в совокупности, а каждым верующим, в частности, по мере исполнения заповедей Божьих и по мере смирения. Конечное же и совершенное совершенство достигается на небе, в будущей бесконечной жизни, которой кратковременная земная жизнь человеческая служит лишь приготовлением, подобно тому, как годы, проведенные юношей в учебном заведении, служат приготовлением к будущей его практической деятельности. Если бы назначение человечества ограничилось земным его существованием, если бы для человека все кончалось на Земле, то почему же земля же и я же на ней дела сгорят, как говорит апостол Петр? Он же приусовокупляет «Ново же небесе и новой земли по обетованию его чаем, в них же правда живет». Без будущей блаженной бесконечной жизни земное наше пребывание было бы неполезно и непонятно. И в заключение. Желание трудиться на благо человечества весьма благовидное, но поставлено не на своем месте. Царственный пророк Давид говорит, сперва уклонись от зла, а потом уже сотвори благо. У нынешних же людей дело выходит на выворот. Все хотят на словах трудиться во благо ближним и нисколько или весьма мало заботятся о том, что наперед нужно самим уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближним. Мне показалось, что этот кусочек тоже показывает такой вот этот момент. И в то время это была большая проблема, что научно-технический прогресс идет вперед. Если бы сейчас преподобный писал, он бы сказал, что он пишет о каменном угле. Это было уже что-то такое непогновенное. телеграф, а сейчас интернет и так далее. А человечество, оно как бы, как не помню его имени, современный румынский какой-то богослов, он говорит, что за 2000 лет человечество так и не услышало по-настоящему евангельский зов. То есть человечество оно все равно живет, к сожалению, по своим похотям. И прогресс необыкновенный, а внутреннее совершенство, нравственная жизнь. И тем более, как мы видим по каким-то последним событиям страшным, которые в нашей даже в стране вот в России творятся вот такое богоборчество просто современное, то видно, что насколько люди сами себе, к сожалению, вот как преподобный, сам человек себя он отдаляет от Бога. Ну, все это, мне кажется, довольно понятно. А вот от чего все это происходит? вот такой вопрос. Вот там упоминается такое, сказать, ну, сказать, в мировом масштабе такое, ну, сказать, уклонение, что ли, от духовного прогресса. Да? И вот мы должны хорошенечко вот это усвоить и понять, почему, что это за причина вот такая. Видите, как Слово Божие говорит и учит нас, что придет день страшного суда. суд будет совершен над всеми людьми. Над всеми. Скажите, а кто-то, какой-то язычник, даже сейчас или в древние времена, скажет, а я ничего не знал о христианстве или об истинной вере, вот, о законе, как меня судить? А истина Божия, Слово Божие говорит, что все будут судимы. Скажите, за что меня судить? Я ничего не знал, меня никто не научил. Вот такой может быть вопрос, и мы сейчас у многих даже это слышим. Какие мне претензии? Ну, что, получается, их тогда не надо судить, а куда их девать? Они ничего не знают, ну, куда их? Они будут закону Божию, Слово Божие не знают, а куда их? Подумайте. Вот в чем здесь такое рассуждение неправильное, превратное? Почему все будут люди судимы, все, которые родились, Адамы, все, 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 где бы они не жили, где бы они сказать, не почему, будут судимы? они, опять обращаемся к Слову Божию. Кто нас научит? Сами что ли мы дадим ответ? Нет. Слово Божие говорит, все стою у двери и стучу. Кому стучу? Всем, без исключения людям, кто бы он ни был, атеист, или не знаю, еще какой там, как хочешь назови, но стучит Господь и говорит, а еще кто услышит глаз мой, отворит дверь, войду к ним и буду вечерять с ним и той со мною, скажите, в день страшного суда, да, скажите, за что я судил? А ты что, не слышал, как я тебе стучал? Не слышал, почему дверь не открыл? Вот за это ты будешь наказан. Что это значит? Стучу, да, Господь стучит, да, просится в дверь. Так, и еще в самой природе человека по сотворению. Бог сотворил человека. Как и для чего? Слово Божие говорит, от единой крови сотворил Бог человека. от единой крови. Ну, мне очень немножечко мысль такая возникла. Чуть-чуть уклониться, значит, от единой крови, то есть, от кого? От Адама. Так ведь, да? Слушайте, а тут говорят, что человек от обезьяны произошел, да? Ну, скажите, стучит Господь, а человек принимает эти родословие Христа говорит, да? Что перечисляется там такой, такой, потом говорит Адамов и дальше что? Божий. Ну, если бы от обезьян, то бы сказали Адамов, обезьяния, потом уж как. Ну, Господь-то уже показывает, не от обезьяны. Вот, да? Потом, если говорят миллионы, миллиарды лет, ну, не жечь бы Христос нам не сказал об этих миллионах лет? Да? Ничего не говорит и в глупости говорит. Ну, оставим этот вопрос. Господь говорит, от единой, апостол говорит, от единой крови сотворил весь язык человечек. Для чего? Жити по всему лицу земному, по всему, уставив предучиненные времена, пределы селения, то есть промысль. Для чего? Слово одно важное. взыскать Господа. Для всех людей в природу вложено возлюби Господа Бога. Это в природе, это естественно. Взыскать Господа, да по ней осяжут Его и обрящут. Яко недалечие Господь Бог от Канегор на суть, о Нем Боже движемся и без Него не можем. Значит, все люди, какой бы ты был, атеист или еще какой-то там, ты знаете, кто угодно, но Бог тебя стучит и совесть тебе понуждает взыскать Господа. То есть найти ответы, да, и решить вопрос, да, который с Богом, значит, слушай, по крайней мере, естественные вещи природные надо соблюдать, почтить родителей, посетить больного, кому это непонятно, многим, очень подавляющее большинство, даже из народа, все это понимают и исполняют, как то. А потом начинается какое-то извращение. Ты видите основа, корень вот это все, так сказать, ну, как говорим, духовного регресса, да, или назови его, да, где лежит в самом человеке. Бог призывает, дал возможность, стучит, люди отвергают, так вот, задача или призыв, Слово Божие и объяснение, и совести, которые Бог стучит, опомнись, одумайся, поищи, взыщи, по мере своих сил, сколько ты можешь, соблюди, хотя естественный такой закон, ну скажите, ни одна свинья, ни одна собака своих чад не убивает. А сейчас, это, говорит, прогресс, такой прогресс, а аборты, творятся, безусловно, Я почему это говорю, вот, как раз у нас чтение было на трапезе, как раз, день этого, памяти пророка Самуила, его, Анна была бесплодная, да, а потом она как молил, почему это было, как, знаете, ее отвергали, кто бесплодный, как, ну, презрение, ну, чадо рождень это было, как она страдала, что не чада нет, она просто, просто, ну, я не знаю, какое слово это найти, а сейчас, радовало, это, а ведь это страшно, да, вот, я говорю, естественный порядок, скажите, вот эти вещи, да, они удаляют человека от Бога, а точнее, он сам удаляет, но не может Бог быть согласен с такими вещами, когда сам Господь сотворил и заповедал, раститеся и множитеся, наполняйте землю, да, и часто слышим, а почему, вот, Бог милосердный, знал, что человек будет там, что-то где-то согрешит, а почему он его сотворил, для чего, и забываем, слышите, что говорит, не Бог виноват-то, тебе Бог сказал, раститеся и множитеся, значит, нас зависит, растите и множитеся, людей-то, кого мы рождаем на погибель, сами, а говорим, Бог виноват, ты должен и родить, и воспитать, а чтобы воспитать, сам должен держаться истины, правды, с Богом держаться, и вот отсюда, мы видим, сколько, говорит, много званых, то и все званные, фактически, но мало избранных, то есть, сами от Бога отстраняются, простые, сказать, вещи, да, ну, скажите, ну, что за выдумки какие-то, ни наукой, ничем не обоснованы, ничем, а человек, вот, отклоняется, вот, что-то, ну, 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 что-то Господь говорит, весь мир ты приобретешь, а душе повредишь, ну, и что из этого, завтра тебя в гроб положат, все, да, дальше-то что, и это вещи-то, они, вот, логические, очень доступные, очень понятные, для всякого человека, человек, противиться, не хочет, да, вот он знает, так-так-так-так хорошо, а я вот, все-таки, называется, похоть, человеку увлекать, похоть, то есть, хотение своей воли, вот, что такое похоть, потому, и апостол говорит, и яков, похоть же, зачем же, рождает грех, то есть, похотение какой-то, своей воли, я хочу то-то, так, вот это твое хотение, рождает грех, грех рождает смерть, вот, человек кается, избавляется от этого, с Божьей помощью, от смерти избавляется, да, но много ли таковых находится, да, видите, как бывает, и когда приду, говорит, обрящу ли веру на земле, все будет там, у нас там, и, сказать, и телевидение, и мобильники, машины будет, да, по душам, вот этого, для человека, у которого, Господь, сказать, сердце касается, душа откликается, нужно все это учитывать, и это не говорится о том, что нам там, не, в какой-то мере, не пользоваться, там, этой техникой, ну, действительно, вот нам сказать, как сказать, ну, куда ты там на лошади поедешь, вот сейчас, да и нигде не проедешь, там, наверное, проехать-то нельзя потратить, там тебе, и, вот, ну, приходится, значит, ну, что ж, Господи, ну, уж так, давайте, смиримся, или, действительно, смиримся, потому что, жизнь, которая по Богу, вот она, устроена, она для спасения, для души, приносит, вместе со скорбями, с трудами, приносит, большего, сказать, для души человека, понятия, разумения, что Бог всем управляет, и промышляет, ну, это я вот, что сказал, по поводу, Лада, там, причина, по которой, вот, говорит, мир во зле лежит, стучит, Господь, у двери, никто и не слышит, подожди, Господи, мне надо посмотреть телевизор, или компьютер, потом, 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 ну, опять стучит, опять, нет, 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 Господи, меня то, 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 я занят, меня там мысли, такие, так, занят, помыслу надо отвергать, нет, 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 мне надо обязательно, вот, какую-то задачу решить, ах, мне надо что-то сделать, а это потом, потом, а потом послушает, нет, ты, Господи, неправильно, там, это говоришь, и, знаете, я лучше знаю, уже доходит до того, да, а потом начинает, да, вот, есть ли Бог, то, или нет, наверное, нету, ешь, пей, веселись, завтра помрем, да, вот, объясняет это слово Божие, не то, что, вот, мы сами, а нам же объясняют, вот, это, это вещь, которую должны, мы должны всегда, и люди верующие, христиане, все это все равно помнить, потому, что увлечься, вот, помыслом, да, да, и сказать, сатана так и старается, так увлечься с пути, держать помысл, молитвенно, памятование Божие, закон Божий, в сердце, возлюбить, ащи бы не закон твой, пророк говорит, по учению мое был, погибл бы хуба во смирении моем, смирению и уничижение, видите-ка, закон Божий, вот, открый очи мои, какие очи, мысленные, и уразумею чудеса, от закона твоего, чудеса, руку Божию, значит, он тебе поможет уверовать, укрепиться в вере в Бога, да, открыть очи мои, то есть, умом своим, разуметь, видеть закон Божий, и там увидишь дивные чудеса, которые, все Господь открывает, ну, хорошо, ну, еще, что-то. А вот как раз тоже, бочек, вот комментарий преподобного Амбросия, то, что вы говорили, там, не увлекаться разными учениями, какими-то, или там, чем-то такими, что мир предлагает, смотри, прям комментарий, на слово, не верь всякому вздору, это книжечка, где собраны его афоризмы, на слово, не верь всякому вздору, без разбору, что можно родиться из пыли, и что люди, прежде, обезьянами были, а вот это правда, что многие люди стали обезьянам подражать, и до степени обезьян себя унижать. Как раз тоже, видите, ну, может быть, еще добавить, еще хуже обезьян. Настоящий человек, это обезьян, мы такие вещи и не делали. Это еще во времена преподобные, еще можно было так. А вот сейчас, знаете, ну, скажите, я тебе грубо говоря, он на обезьяну или свинья или собаку убивает своих человек. Затюшка, можно спросить? Ну да, погромче. Скажите, пожалуйста, а что будет с теми, кто умер не крещен, и как о них молиться? В храме не разрешают, я прочитала, только дома. Вот как, как звать вас? Люба. Люба. Ну, этот вопрос уже, я скажу так, что вот мы беседуем, проводим беседу, ее многократно задают, да, этот вопрос, мы можем тоже находить и у преподобного Вросия, и у других отцов, это учение церковное. Во-первых, вот ты вот выражаешься, это не совсем точно, говорит, запрещается в храме молиться, только дома. Ну, я так прочитала, но я не знаю, вот потому вы говорите, где-то вы прочитали, это тоже слово в слово говорите. Почему в храме не разрешается, разрешается, вы слышите, даже ягтеня произносится, о властях и воинстве, и ягод произносит. Ну, в властях ведь там могут быть и атеисты, и разные, а за них ведь молятся, в храме, даже священнослужитель. Если ты присутствующий в храме, неужели ты не можешь помолиться за человека, даже который там будет, он неверующий, да, а у него добрая душа, сколько мы встречаем таких, как священник, мы встречаем добрейшие люди, но еще, как говорят, никак не могут перешагнуть, помолиться Господе, в разумии, просвети его. Разница только в том, мы еще не можем за таковых людей на проскомиде поминать их. Вот и все. А и дома, и в церкви, помолиться за человека, как же это, ну, раз я могу, в храм вошел и выкинуть из души этого человека, а он, скажите, ну, добрейший человек, я не могу, ну, ничего не совсем, ну, не созрел, может быть, да, ну, как это можно? А даже, может быть, он еще с какой-то, прям, ну, такой порочный, а вот его жалко. Ну, как? Смотрите, преподобный, вот, Паисий Афонский, за всех людей, Господи, ты сам знаешь, где-то там в Африке, где-то там, это, в Антарктиде, или где, Господи, сам ты знаешь, помоги всякому человеку, которому грозит какая-то опасность, да, чтобы, что возможно, чтобы душа не погибла. Вот молитва. Скажите, это нормальное, естественное, христианское, православное, сказать, и мысль, и рассуждение, и любовь к Богу, и к ближнему. Как же ж можно так? В храме. В храме нельзя только на проскомиде, а в храме даже произносится, а властях и войне, ну, там же не перечисляется, мы же по имену не перечисляем, там кого-то, мы только, вот, обоглашенных, 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 тоже молимся о некрещеных, целых, обоглашенных, тоже они некрещеные еще, вот, а в отношении помолиться за некрещеных, которые живы, А мы говорим об умерших вообще с вопросом. Об умерших? Ведь то же самое надо тоже знать, что? Ну, посмотрите, опять Слово Божие нас вот учит. Вот до воскресения Христова, до сошистия в ад, все были, как говорится, входили и праведники, и Авраам, и Давид, и все в Шеол, да, в преисподней, когда Господь сошел, что? Проповеданное Евангелие в преисподней, о Ним же, отсущем в темнице, духовом, то есть душем, сошед проповеда. Для чего же там проповедано? Просто так? Нет. И те, которые были способны воспринять это Евангелие, они были, может быть, сказать, может быть, многих вещей каких-то не знали. А вот там на проповедь откликнулись и были возведены из ада. У нас и... Ну что, это прекратилось? Нет. И до сих пор это проповедь, Евангелие, там совершается. Но только одно, если человек укоренился в развращении, в злобе, в удалении от Бога, он там, как глухой, для него не доходит закон Божий, и он может не достигнуть проповедь Евангелия. А те, которые были души, более склонны к принятию добра, они могут откликнуться на Евангелие. И мы можем видеть примеры, которые в жизнеописании святых вот мученик Уара, да, к нему молится, чтобы покрестился там, крещение меняет. А разбойник на кресте, он причащался, крестился, а как он первый вошел в рай, некрещенный? Значит, как-то совершилось это крещение. Значит, не одна только буквенная внешняя форма Богу, Бога в само таинство, он совершает. И как ему уменилось причастие? Тоже, водка. А он первый, говорит, вошел в рай. За слово, да, которое всей душой вылит, душа ему уже все. Господь там его коснулся, сам знает как. Но где это произошло? Здесь ли? Прямо на земле? На земле исповедания. Его, сказать, обращение. Но, где, как свершилось его крещение или причение? Где мы можем найти это? Как Господь говорит, первый, днесь со мной будет, говорит, первый вошел. Это не совсем точно. Может, он вперед Адама и Евы, что ли? Нет. Он и в числа первых, можно сказать. Но, один, скажет, такой последний момент, какой-то краткий период, и он, обратился. Но тоже не без страданий. Несколько часов висел с перебитыми костями. Видите? Скорби все равно нужные, да? Но таковые могут быть и даже, я сказал, мое, сказать, ну, как сказать, мое, это и церковное, тоже оно. Вот. Есть надежда, что и даже из разных народов, которые добро, смотрите, апостол Петр говорит, ныне говорит, я убедился, удостоверился, что не лицеприятен Бог, но во всяком народе, языце, боящийся Бога и делающий правду, приятен Ему. Если так, неужели, если это, отказать, какой-то язычник, может, еще не знавший, но искал добро, он откликался, слушал голоса, искал. Нет. Мы не говорим, что уж его великая слава там какая-то будет, но нельзя сказать, что он будет как-то совсем отвергнут. Помолиться на Проскомедии мы не можем, но там, может быть, что-то другое, какая-то милость может быть указана. Да. И молитва такая, да, ащи не во грех, но не на Проскомедии. Господи, сказать, сделай все, что возможно. Вот усопы жалко, Господи, да, мы вот, добрейший какой, а вот случилось, что-то. А бывает, наш суд какой-то, человек где-то, скажет, вот у нас, даже, я говорю, мне жалко, Николай рабочий, ну не знаю, ну добрейший. А вот, что-то такое, удавился, какая-то болезнь или психическое, что-то такое. Ну невозможно, вот сказать, что-то он такой, ну что-то такое, бывает такое, это Господь лучше знает, да. А бывает, и человек, он какой-то, вот сказать, ну, простой человек, он, как сказать, как-то, по каким-то обстоятельствам, ну не мог, сказать, к вере как-то все познать, а по добру он многих христиан-то, может, еще превосходит, добрейший, и почитает и родителей, ближним внимателем, да, и, ну добродушный человек, ну неужели же это останется без внимания, опять мы говорим, не наше дело, какая мера, куда-то он будет, высоту там получит, мы знаем, что у Бога все будет, сказать, по праведности все взвешено, и есть какая-то надежда, тем более, что мы видим реальные, исторические факты, которые нам сообщают, что и в аду какой-то, по-моему, уар какая-то, то ли царица поросила за какого-то такой, который был, действительно, какой-то закоределый, вроде язычник, да, вымолила, что он будет где-то в этих, уже по смерти крещен, как вместить вот эти вещи, да, отвергнуть их, сказать, что это ложь, да, тоже не совсем, это не единичные случаи, ну, поэтому любовь христианская, она очень-очень широкая, мы о мире всего мира молимся, да, о мире, да, ну, поименно мы не можем на Проскомедии, это, нельзя, это уже, это уже, скорее, другая, совершенно, сказать, категория, да. Батюшка, простите, пожалуйста, такая ситуация, а если, допустим, близкий к человеку один повесился, другой застрелился, вот, ну, такая ситуация, просто очень хорошие люди, вот, там, один болел раком, другой попал в такую ситуацию, вот, ну, просто иногда хочется помянуть, потому что много добра там делать человеку, ну, как бы этого делать нельзя, я знаю, что меня потом, ну, побьют за это, да, как бы? Побьют, я не пойму, что это за разговор? Ну, как, ну, буду наказан, как, это же люди уже, которые... что на проскомиде, нельзя помянуть, а вообще можно... А это тот же преподобный Амросий говорит, вот эти самоубийцы, особенно, если где-то родственники, с оговоркой надо, может, он крещёный, это даже крещёный, Господи, если молитва моя не во грех, упокой, душ вот этого дорабатывает, есть оговорочку, если не во грех, это же Бог только может знать, вот с такой оговоркой, да, а если он там не крещёный, ну, сделай как-нибудь так, чтобы ты перед Богом не был самонадеян, что вот, я молюсь, а так, Господи, если возможно, яви какую-то милость, какую-то знаешь, вот этому человеку, потому что, ну, ты от него получил сколько-то добра, ну, слушайте, ну, хоть чем-то воздать-то, хоть можно, но Бог-то на первом месте, Господи, только во славу имени Твоей, чтобы я не оскорблял бы тебя, если молитва моя не во грех, не прими её, я не хочу грешить, а что возможно, нет, значит, Господь не примет молитву, а примет, значит, хорошо, но всё-таки ты исполнишь, вот, покажешь так, а иначе наша будет такая любовь, как говорят, такая куция, обрезанная какая-то, непонятная, она должна быть полная, молимся, говорит, не только, слушай, за людей, за природу, за животных, да, скотинка какая-то, да, какие там они, там, водичкой проходим, крещенская покропить надо, по утрам, прежде чем приступать, там, к работе, вот, лошадки, помолились, молитвки прочитали, покропили, водичкой, там, ещё, там, коробка-то завалила, молитвки есть какие-то, мы молимся за скотов, жалко, животные даже, скажите, да ещё, как бывает, переживают люди, а это человек, ну, поэтому надо находить, вот такой способ молитвы, ну, чтобы ты чувствовал словами своими, чтобы Господа не оскорбить, чтобы не самовольно, вот, значит, это, ну, дерзаешь вот такие вот вещи, так, батюшка, ну, у меня, слава Богу, есть духовник, вот, который мне конкретно, вот, сказал, не стоит пока тебе этого делать, может быть, просто я, слава в духовном плане, я не могу тебе сказать, но ты там подробнее знаете, кто это за люди, насколько можно, или насколько нельзя, уж вы там сами решите, духовником, я говорю в общем плане, говорю как, а конкретно тебе, говорит, слушать духовника там, или не слушать, это вам более, более там, яснее дело, вы лучше знаете, о ком идет речь, что я буду, я в общем плане сказал. Спасибо, Господи. Хотел задать вопрос про Иисусову молитву. Вот, читаю сейчас житие преподобного Никона, старца Оптинского, и там он со своим батюшкой, варсанофием, батюшкой варсанофием, беседует, они по поводу Иисусовой молитвы, и вот там было сказано про внешнюю Иисусову молитву, и внутреннюю, внешне это вот ты про себя читаешь, молишься, а вот как стяжать внутреннюю молитву? Ну, в отношении этого вопроса можно и пространно говорить подробно, но лучше всего это уж ты сам прочитаешь, да, вот, а, сказать, если короче, вот такое, для всех, да, чтобы кратко, как святотеческий такой вот опыт говорит, молитва дается молящемуся, и еще, от количества рождается качество, и поэтому что-то такое, дальше, если это будет, можно иметь какой-то опыт, кто имеет опыт молитвки, можно посовещаться, подсказать, но вот эти вещи, которые, молитва дается молящемуся, слышите, молится, а молитвы еще, может быть, нет, а она дается молящемуся, настоящая молитва, то есть, без этого, без вас все равно не приступишь, не дойдешь до молитвы, пока не начнешь, но все-таки от количества рождается качество, но это не является какой-то, но все-таки может быть важным закономерем, бывает, человек много молится, а вот неправильно, но все-таки он молится, и когда-то дойдет до сознания, что нужно что-то изменить, и были такие подвижники, вся в частности, вот, книжечка «Граждане неба», там, кавказские подвижники, один очень молитвой серьезно занимался, но было неправильно, он количество было, и было какое-то у него мечтательное устроение, и у него это грозило большой опасностью, здесь очень важно, и причем опять мы говорим, параллельно с молитвой должно быть смирение и труд, если этого не будет, а будет человек все бросит, и будет только одной молитвой, это тоже опасно, поэтому сам труд, труд, вот добросовесть и послушание, он делает человека смирением, дает, а смирение стяжает Божью благодать, а Божья благодать поможет тебе, защитит от какой-то опасности, прелести, да, но все-таки об этом говорить, ну, как сказать, все-таки заниматься молитвой каким-то образом, если это уж очень так серьезно, то какой-то руководстве должно быть и по крайней мере что-то почитать, ну, все прям вам говорить, оно может быть для каждого человека, для себя, например, одну деталь надо, для другого другого, а в общем говорить, для каждого в отдельности перед всем это говорить это вот я в общем вот так вот сказал, да, молитва дается молящему, если хочешь молитвы, нужно, значит, и опять Господь говорит, что мне, зовете Господи, Господи, и не творите ее же глаголи, видите, молитва требует исполнения заповедей, а иначе ты будешь молиться, а Господь отойдите, я не знаю, видите, важное какое дело, а Господи, Господи, а дело-то надо, да, не всякие глаголи, что мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю, вот, а то иной ревности проникает, вон, да, количество то, 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 по делам посмотришь, ну, какая-то безобразность, какую-то превратное, неразумное его сказать, ну, саможизни, рассуждения, да, вот, я вот прочитал, там, в Казанском храме написано, люби труд, подчиняя себя всем, имея уста заключенными, стяжаешь смирение, ой, погрупче, люби труд, подчиняя себя всем, имея уста заключенными, стяжаешь смирение, да, и так же написано, есть смирение, есть все, нету смирения, нету ничего, Вот как, допустим, человеку полюбить труд, если он всю жизнь может искать работу, ну, труд по душе, да, как бы себя человек, что делать, ищет. И потом, как подчинять себя всем, как вообще не ошибиться вот здесь, и как иметь усталок, причем, как вот к этому всему прийти? Ну, конечно, если ты хороший, то, конечно, трудно себя подчинять всем. Ты же хороший, как я буду подчинен? Ну, как я подчинюсь, если я хороший? Попробуй, заставь себя подчинять. Вот когда человек считает себя хуже всех, то это будет полегче, хуже всех. Когда ты будешь друг друга, как слово Божие говорит, друг друга честью больше творящим. Да. Вот. И потому, и сказать, апостол, Павел говорит, вот, вот когда себе говорит, говорит, последнее, это первое, из грешников, да. Ему, значит, даже апостолу, было просто подчинять себя. Подчинять себя всем. Но, нужно хорошенечко знать. Первое, кому должен себя подчинять, прежде всего, Богу. А после это ближним. Но если ты будешь подчинять себя всем, да, если человек безобразничает, это же не говорит о том, что должен подчинять, значит, ты нарушаешь волю Божию. Ты подчиняй себя ближним в той мере, которая не оскорбляет Бога. Вот, рассуждение какое должно быть. Подчиняй себя, подсказано заповед, возлюби Бога, первый заповедь, второй, возлюби ближнего, как самого себя. Вот и подчиняй себя этим двум, прежде всего, заповедям. А то, если ты будешь только поставить ближнего, уже, может, ты совершить ошибку. А имею уста заключенными, как это? Что? Имею уста заключенными. Имею что? Уста заключенными. Что имей уста? Ну, как тебе уста? Когда ты удостоверишься, что у тебя из усты сводит какой-то гниль, да? Ну, как хорошо, чтобы они закрыты. Даже если ты уста будешь закрытыми у тебя, да? Это еще не означает, что ты прям все выполнил прям, да. Святитель Симеоновый Богослов говорит. Один говорит, целый день говорит, это ему вменяется в молчание. А другой за целый день одно слово скажет, и это ему вменяется в болтовню и в грех. Умею уста заключенный, чтобы из него гниль не выходила. Грех. Значит, из этого слова преподобного Симеона вот так нужно разуметь. Скажите, за умею уста заключенный священник на исповеди, да, закрой ему уста. Что из него там будет? Так и любой человек, да. Родители воспитывают детей, там, как это можно умолчать? Значит, уста должны говорить что? Добрую, чистую, воду, живую. Это вменяется в молчании. А вот когда уста наши говорят, произносят неподобное, вот это уж бы желательно бы их закрывать бы лучше. А для этого опять требуется и рассуждение, и любовь Божия, и упражнение, и в молитве, и в законе Божьем. Ты, Евгений, куда там запрятался? Давай-ка говори. Не хочешь. Куры не обижают тебя там? Он у нас помощник главного кудахтора. Ну, я не знаю, может, отец Назарин просил себе, может, что-то, если преподобу его бросим, может, какое-то действительно поучение. А вот как раз о молитве раб Божий Игорь спросил, внутренне, и здесь вот старец Амросий хорошо пишет. Прочитай только погромче, чтобы все слышали. Ты пишешь, что враги душевные воздвигли на тебя такую брань, что мешают тебе обычно совершать внутреннюю молитву, производя около тебя шум и гул, как бы пляску целого хоровода. Читаем в житии Арсения Великого, что он иногда, восставая от внутренней молитвы, гласно молился с воздетыми руками. «Господи Божий мой, не остави меня, яко ничтоже благостворих пред Тобою, не коли же, но помози и с подоби положите начало». В краткой себе молитве угодника Божия выражается, во-первых, великое смирение и самоукорение, и самоуничижение. Во-вторых, показывается, что угодник Божий не без причины так молился, а, видно, за строгую жизнь борим был помыслами возношения от мысленных врагов, которые никого не оставляют в покое, а всех борют, чем кого могут. Особенно нам, немощным, потребно следить за помыслами возношения, которые для нас в бране духовной вреднее всего, как объясняет это преподобный Марк Подвижник. «Аще быхам осмиренно мудрее прилежали, то небыхам требовали наказания. Вся бы злая и лютая, случающаяся нам, за возношения наши случаются. Аще бы апостолу, да не превознесется ангел сатанин попущен бысть, да ему пакости деет. Кальми паче нам, превознесшимся, сам сатана попущен будет попиратины, донти же смиримся». «Святый же Лествичник, с другой стороны, ограждая нас от вреда со стороны брани вражиих, поставляет для нас якой некую твердыню блаженное смирение». Глаголи Асим в 25-м слове так. «Почему в то время ум наш, заключив в себя в ковчег смирения, от души татцев не крадом пребывает, и только топоты и игры татей сих слышат, но ни едином из них не может быть искушен. По елику смирения есть такое сокровищное хранилище, которое для хищников неприступно. «Не лишним считаю приложить к всему и другое место сего Бога Мудрого Отца, что значит возноситься, и что значит не возноситься, и что значит смиряться. Первый судит весь день, второй хотя не судит, но и себя не осуждает. Третий же, не заслуживая осуждения, всегда сам себя осуждает. Ипаки он же глаголят, что видел истинное смирение и не приметил в нем и тени клеветы, то есть и мысли на гопорицание других, кальми пачек гнева на других, потому что нельзя на ближнего разгневаться, если кто прежде не вознесется мыслью и над ним, как объясняет это некто из богоносных отцов. По сим святелям угодненков Божиих, поверяя наше смирение или недостаток оного, или примечая окродение возношением, искренно и со смиренно мудрием, да повторяем пред Господом означенную молитву Блаженного Арсения, восставая на оную, когда беспокоим мы будем от досаждающих насмысленных врагов наших. Если же, когда и сия молитва совершенно не будет успокаивать нас, то доподражаем и в другом действии Блаженному Арсению. Он иногда посаждал около себя учеников своих, жалуясь на брань вражию. Можешь и ты иногда посаждать около себя сестру П. в случае нужды. Пусть сидит около тебя с молитвой или стоя, да прочитывает сколько-нибудь из Евангелия. Вот сколько Господь вложил в омраченный ум мой, и сколько дозволило мое скудоумие я написал тебе. К всему сказанному считаю нелишним приложить и сие. Преподобному Сесою Великому пришел один брат и говорит, «Отче, за молитвами вашими я содержу непрестанно память Божию, то есть молитву». Старец отвечал, «Это невелико, а вот дивно, если кто помощью Божию искренне может считать себя хуже всякого человека и хуже всякой твари. Прочти в лественнице со вниманием слова 24 и 25, да и все в них хорошо». Вот, как видите, что надо хуже всей твари. Вот, видите, все учение преподобного там в России, старцев, оптинских, в основном это смирение, смирение, вот. Есть смирение, все есть, нет смирения, ведь и ничего нет, без него никак не может. Господь говорит, «Но учитесь от меня, я как родственник, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Покой, то есть совесть у человека будет спокойна. Но по-настоящему надо смиряться. И труд в этом деле должен быть постоянный, до последнего часа до смерти. И потом считать себя хуже всей твари, знаете, ведь не то же мы можем воспринять это какая-то как буквенная, да, а ведь в существе, каждый, если посмотрит на себя, ну, кто мне докажет, что я лучше кого-то в какой-то мере, это же невозможно. И я могу ли сказать, что я лучше того-то или того-то, того-то? Где это доказательство, скажи, для меня? Нету. Вот, а вот поэтому лучше считать себя хуже всей твари, это надёжно. Вот. Потому что, что бы ни было, что бы там каждый из нас не делал, без Бога доброго мы ничего не сделали. Ничего. Всяк, всякое даяние благо, и всяк дар совершен, апостол говорит, «Сходяй от Тебе, Отца Света», то есть от Бога. «А кто я?» Посмотрит, сказать на себя повнимательнее, «Сколько же мы там можем увидеть, да?» И потом свой собственный о себе суд или мнение, ну, это и вещь далеко-далеко не убедительная, ненадёжная, да. А потому и говорит, вот молитва, говорит, он говорит, «Хорошо, стоит молитва, он говорит, «А хорошо, хорошо, ну да, но лучше, когда считает себя хуже всей твари». Видите, значит, в этом может заключаться и молитва. Да хочет она и послушает Господь. Что же за такая тварь молится, да? Хуже всех он считает себя. «Ну что, как подойти к ним?» Да, молится. Вот видите, какое-то важное это дело. Можно вопрос? Ну, давай. А ты, командир, что с ним ты беседелешь? Поговорки. В силу своего послушания мне приходится отвечать на такой вопрос. Приезжают паломники и спрашивают, а есть ли у вас в общем нестанк? Я отвечаю так, правильно это или неправильно судить не мне, «А вы к кому приехали? Вы приехали к старцам оптинским?» Нет. А современные есть? Вот батюшка Ильи, батюшка Ефимий. Что отвечать? Это очень сложно. Мы не, во всяком случае. Я отвечаю только, что они приехали к батюшке Родосе и к оптинским старцам. Прошу вас ответить. Ну, во-первых, так говорят понятия самого старца. Ну, мы видим, ну, пример. Допустим, вот книжечка Иоанна Лествичника. И там описывается старец, да? Который Акакию там, а то челюсть свернул так. Ну, его можно старцем называть? Скажут, да что это за старец? А, вот он был старец. На него было возложено это, да? И требовать от старца каких-то особых чудес, вот, или что-то такого особого. Кто здесь центр внимания? Не старец, а послушник Акакий. Он мог быть вот у этого старца. И он ничего не потерял, а жизнь приобрел. Потому что он все делал ради Христа, во имя Христа. И все претерпевал. И поэтому понятие вот в церковной жизни, монастырской, да? Что такое старец? Вот можно именовать по-другому. Допустим, именуется наставник. Да? В одном случае он наставляет, ну, как новоначал. Он пришел, кому-то надо, чтобы его чуть-чуть первые шаги подсказать, да? Он его называет старцем. Старцем, может быть, пожалуйста. То есть старше. Да? Но из числа многожества старцы. Есть старцы опытные. Есть старцы святой жизни. Есть старцы такие, о которых оптинские старцы сказали. Свят, 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 да не искусен. Тоже старец, но не искусен. Видите, какие разнообразия бывают. И поем сказать, есть они, да? Без объяснения. Будет недоходчиво, да? А объяснять, вместит ли это человек, правильно ли это поймет, да? Вот. Ну, и потому бывает, сколько в жизни, вот мирские люди же вот приходят к какому-то священнику руководят. Ну, для него он старец. Ну, такой или такой. А потом бывает и хороший старец, а послушник или человек никудышный. И больше что, судить старца? А бывает и наоборот. Послушник он какой, а какий был, а старец вот. А польза произошла, да? Дело старца, самое важное, не к себе приводить, а ко Христу, да? Наставник или старец, да? Вот отцы, апостол говорят, у вас, говорит, тысячи наставников. Слышите, что говорит апостол? Или старца? Но немного отцов. А я, говорит, родил вас. Значит, одно дело старческая рука, другое дело человека родить. А еще кто не родится свыше, не войдет в Царство Небесное. Можно иметь и наставника, можно иметь старца, а другое дело иметь отца, чтобы он душу рождал. От Бога. Вот. То есть сделать так, чтобы, как апостол, говорит, немного, я, говорит, родил вас. То есть привел ко Христу, и действительно, рождение от Бога, Слово Божие. Но много ли найдется? Это, говорит, много, говорит, тысячи, говорит, наставник. Сказать, есть они или нет, задаваться этим вопросом, подсчетом. Кто у нас старцы, наставники? Это дело детям заниматься. Сказать, нет, это, можно сказать, Богу ведомо, кто, как, сказать, оценку делает. Смотришь, значит, на одного там старца жалуется, он такой, а потом посмотришь, в другой, что его хвалят, и разберись, там, хороший он или плохой. Да? От чьих уст это происходит? Правильно, в одном случае бывает, правильно, в другом случае старец ошибся, ну, называем, но, категорично называют это такое-то слово старцы, ну, это обычно принимают, если, как говорят, ориентир, оптинские старцы, ну, то есть, это опытнейшие старцы, святые старцы, да? Ну, что же, дожидаться, когда канонизует, потом тогда ему, да, так же и не бывает, ну, насколько возможно, да, ну, приходит совершенно человекного начальника, ну, кому-то ему нужно подсказать что-то, ну, насколько может, ну, пожалуйста, наставить, через какое-то времечко можно поставить другом или что, и дальше потихонечку идет какое-то руководство духовное, да, но кто-то это может осуществлять по мере сил и помелое восприятие. Один способен, один и тот же старец, да, послушайте, разные, да, с этим у него слушает и как-то исполняет, какой-то плод бывает, да, а у этого нет, а бывает такое, что темпераменты не сходятся, да, старец такой, у него темперамент, там, или наставник, а у этого такой, ну, приходится переставить, и это тоже бывает учитывается, да, что, ну, да, как-то они могли состись, или потом бывает такое, что, ну, старец старец, по возрасту бывает не соответствует, тут тоже многих таких вещей, вместо старца, поискотоварищество, да, по возрасту одинаковые, да, а старец должен все-таки быть постарше даже по возрасту, и это очень важно. Видите, тут много всяких таких моментов, и говорить, есть ли старцы, вот, прям вот таких, как эти сейчас, если бы у нас были, мы бы сразу в гробницу положили, бы, прикладывали, прям, живые, там, или как, я уж не знаю, как там поступать, тогда, и кто это определит, что они настоящие, там, старцы, это Бог явит, а Бог может уже как-то кому-то может и сказать, опять явит, старец загордится, да, что Бог какой-то доказательный, а старец хороший, и поехал, как мудровать, что-нибудь такое, и сколько опасных вещей бывает, поэтому, руководство, духовное, в монастыре, конечно, осуществляется, ну как, постригает монаш, это его вручают кому-то, молитву, читают, все от руки Господней, следить должен, иначе ответ, ну кто он уже, он уже у него, получается, старец, да, но какой он, это во всем, говорят, есть старцы там, они есть, они исполняют, ну как бы сказать, священники есть, есть, но ведь они же разные бывают, декона есть, ну конечно есть, но они же разные бывают, а нам надо святого, дьякона, чтобы он был, нам надо святого, вот таких вот, я уж не знаю, может где-нибудь они есть, притаились какие-то у нас там, старцы, прячутся, может они и есть, а как тут распознать, да, поищите, скажите, поищите, может помолись, может вам Бог откроет, какой-то тайного, такого, святого, да, а как ты тут узнаешь, ну, конечно, нет ничего тайного, сокровенного, не может град укрыться, вверху горы стоя, да, но опять, опять, не всякие, может зрение какое-то, и рассуждать об этом вопросе, как-то, не совсем это, да, но при постриге, при монарске, вручается кому-то, если, допустим, это братский духовник, духовник, ну, у него много, ему даются помощнички, да, могут именоваться там, старцами, да, пожалуйста, их можно именовать, но каковы они перед Богом, это уже, как говорится, суд Божий покажет, или как сказать, тут уж вот, ну, вот так можно так рассуждать, но сказать, что понятие, что старцев, как таковых, не существует, то сам постриг монашеский уже, говорит, как же, кого же постригать, кому вручать, уже вручают, но мера такая, знаете, сравниваться с преподобным, там бросим, макарим, другими, да, нет, это вот дерзко будет, кто это может, мы поучаемся у них, у этих наших старцев, как нам правильно, самим выполнять свои, там, наставнические обязанности, послушания старческие, мы упражняемся, по мере сил, совести, способностей, есть такой момент, просто я хочу сказать, если разрешите, очень важное, вот, поотносительно старчества и духовного кормления, по-моему, преподобного Силуана Афонского, или в предисловии, когда вот отец Сафроний пишет предисловие, или потом, или преподобный сам, не помню, точно говорит, очень важный момент для всех нас, вот, потому что, вот, поиск старчества, он бывает, человек, он, как бы, хочет снять с себя ответственность, приехать и услышать какие-то слова, вот так поступать, и все, человек сам не хочет возрастать духовно, и вот он пишет, по-моему, преподобный все-таки Силуан, важный момент и духовный закон для всех нас, он говорит, что если человек будет руководствоваться советами самого простейшего батюшки какого-то, который, может быть, не такой уж прям богословов какой-то необыкновенный на приходе, вот, если при условии этот батюшка будет доброй жизни, стремление к доброй жизни, и не погрешающий, ну, в догматах, вот, при этих условиях, если этот человек, он будет к нему обращаться, к своему батюшке, не куда-то и в поиск каких-то эфемерных, порой, старцев и так далее, к этому батюшке, к своему будет обращаться, так вот, Господь этому простому батюшке за послушание, за любовь к нему, он вложит ему правильное руководство этим человеком, понимаете, вот этот закон, то есть он услышит, этот человек, то, что именно ему нужно, от этого самого, может быть, простого батюшки, никакого-то там, вития и так далее, вот, при условии, что человек будет с любовью к нему обращаться, и тот будет, но с добродетельной жизнью, и, вот, не погрешающий, вот, ну, в догматах, православной веры, и тогда человек, Господь вложит этому батюшке все, что абсолютно, все, что человеку этому нужно, если он будет с верой, с любовью к нему, у него окорбляться, мне кажется, это очень важный момент для всех нас, когда, нежели, вот так бы, раздеть Россию в поисках, где-то, кого-то, кто тебе скажет, там, когда это какое-то пророчество о тебе, или еще что-то, хотя это тоже важно, там, может быть, кому-то, но, тем не менее, нужно, вот, как бы сказать, копать там, где есть, старцы, они рядом, эти люди святые, они рядом, эти с нами, всегда. Вот, в отношении этого, можно еще такую добавочку, можете, я бы сказать, не совсем, дело в том, видите, если хороший послушник, да, или человек, то даже, если ослицу спросит, она ему скажет. Истинно, ложите Тебу в Родицу, пресно блаженную и кренепорочную, и Матерь Бога наше, честнейшую, херу, любимой, славнейшую, без сравнения с терапией, без испрения Бога Слово рожжую, сущую Богу Родицу Тебе речает. Мне понравилось то, что обычно бывает ответ на половину своих жизненных вопросов, таких, совершенно, на то, что правильное бывает направление, когда, вот, просто как-то занимаешься, ну, так, трудом, может быть, или что-то там, какие-то послушания выполняешь, то бывает, забываешь какое-то правильное, ну, направление, и мысли иногда так, куда-то, не в ту сторону, можно сказать, уходят, вот такая беседа от отца наместника, она обычно как-то опять возводит к тому, что как нужно правильно жить. Ну, то, что, если, даже, вот, есть, ну, допустим, такая проблема, то, что все равно главное, это жизнь с Богом, и направление, как бы, жизни, вот, свои мысли в направлении к Господу, а Господь будет, и так, все устраивать, и давать свои, то, что нужно не человеку, по его, так, смирению, или может быть, по послушанию, которое нужно так, только стремиться получить, вот, что Господь потом обязательно направит на путь, и даст тоже правильный ответ, как бы, на то, что, как нам необходимо жить. Ну, например, есть у меня какой-то вопрос, и даже, если я его не задаю, и даже, если не задают посторонние, ну, то есть, кто-то спрашивает, батюшка все равно каким-то совершенно непостижимым образом ответит на мой вопрос, вот, иногда даже бывало, что фраза, как бы, повисала из ниоткуда в никуда, но это было то, что я хотела спросить, вот так вот, радость, ну, во-первых, о смирении, это все, что нужно мне, а во-вторых, скорби, потому что все равно чуть-чуть, вот я до конца, вот, свою, как говорится, болезнь, вот, все-все-все прочитав, я все равно что-то, как бы, не могу принять, а вот, когда вот я на беседе слышу, то у меня сразу радость, и я вот все, все могу принять, и все, я рада, что вот именно Господь меня так ведет, вот, и очень, как бы, рада, что вот есть беседы такие, которые, вот, первое, это вот, чтобы быть с Богом, вот это вот для меня самое, вот это вот услышать важно, о котором он говорит. Именно вот, когда вот услышишь вот из уст, там вот, прям через, как говорится, через фразу вот, что, в мире скорбней будете, и вот именно трудами болезнями мы спасаемся. Наместник об этом говорит на каждой беседе. Благодарна я всем, вот в Оптиной, как бы, унывать тебе, ну, не приходится, потому что, ты видишь, как для тебя все, тут делают, тут делают, во-первых, а во-вторых, еще много-много моментов таких было, от Господа, что утешение, каждый день какое-то тебе утешение, все время говорят, что вот это твой путь, это твой крест, и его нести в Оптиной, пусть не радостно. Продолжение следует...